Стивен Хокинг Моя краткая история Детство Мой отец, Фрэнк Хокинг, принадлежал к роду йоркширских фермеров-арендаторов. Его дед, мой прадед Джон Хокинг, был вполне преуспевающим фермером, но, скупив слишком много ферм, обанкротился во времена сельскохозяйственной депрессии в начале XX века. Его сын Роберт, мой дед, пытался помочь отцу, но в результате и сам обанкротился. К счастью, у моей бабушки в Баро-Бридж был дом, в котором она устроила школу, благодаря чему семья получала хоть какой-то доход. Все же им удалось скопить денег, чтобы отправить сына в Оксфорд изучать медицину. Учась в университете, мой отец регулярно получал гранты и премии, что позволяло ему отправлять деньги родителям. Позднее он занялся изучением тропических болезней и в 1937 году отправился в Восточную Африку проводить исследования. Узнав о начале войны, он пересек континент и, спустившись по реке Конго, сел на корабль, на котором вернулся в Англию. Сразу по приезде на родину он изъявил желание пройти военную службу, но получил отказ с оговоркой, что его место в медицине. Моя мать родом из шотландского городка Данфермлин. Она была третьим ребенком из восьми детей местного доктора. Ее старшая сестра родилась с синдромом Дауна и до своей смерти в 13 лет жила с сиделкой. Когда маме было 12 лет, семья переехала на юг Девона. Как и у отца, ее семья была не из богатых, но и им удалось отправить дочь учиться в Оксфорд. После окончания университета она перепробовала много профессий, в том числе работала налоговым инспектором, что ей было не совсем по нраву. В результате она предпочла стать секретарем и именно на этой работе повстречалась с отцом. Это было в самом начале войны. Я появился на свет 8 января 1942 года, ровно через 300 лет после смерти Галилея. Однако, по моим подсчетам, в этот же день родились еще по крайней мере две сотни тысяч младенцев. Не знаю, правда, интересовался ли из них кто-нибудь астрономией в дальнейшей жизни. Родился я в Оксфорде, хотя в то время мои родители уже жили в Лондоне. А случилось это потому, что во время Второй мировой войны с немцами было подписано соглашение о том, что Оксфорд и Кембридж не будут подвергаться бомбардировкам, если, в свою очередь, англичане не станут бомбить Гейдельберг и Геттинген. Жаль, что это соглашение не распространялось и на другие города. Когда через полтора года после моего рождения на свет появилась моя сестра Мэри, мы жили в местечке Хайгейт на севере Большого Лондона. Родители говорили, что я не слишком радовался ее появлению в нашей семье, и такая напряженность в наших отношениях, вызванная, очевидно, маленькой разницей в возрасте, продолжалось все детство, и исчезла только, когда мы повзрослели, и каждый пошел своим путем. Мэри стала врачом, что не могло не радовать отца. Сестра Филиппа родилась, когда мне было около пяти лет. В это время я уже лучше понимал, что происходит. Я помню, с каким нетерпением ждал ее появления на свет, чтобы мы могли играть втроем. Она была очень впечатлительным и восприимчивым ребенком, и я всегда с большим уважением относился к ее мнениям и суждениям. Моего брата Эдварда родители усыновили гораздо позже, тогда мне было уже четырнадцать, поэтому он не оставил воспоминаний в моем детстве. Эдвард был совсем не таким, как мы. Он не отличался особым интеллектом и не очень-то стремился к учебе, что, возможно, было неплохо для нас. Он был довольно трудным ребенком, но его было невозможно не любить. Он умер в 2004 году. Причина его смерти таки осталась невыясненной, хотя предполагают, что натравился парами клея, которым пользовался во время ремонта своей квартиры. В своих самых ранних воспоминаниях я вижу себя горько рыдающим во дворе детского сада школы Байронхаус в Хайгейте. Вокруг меня детишки играли, как мне тогда казалось, с замечательными игрушками, и мне очень хотелось играть с ними. Но мне было всего два с половиной года, и это был первый раз, когда родители оставили меня одного с незнакомыми людьми, и я был страшно напуган. Полагаю, мои родители были крайне удивлены моей реакцией, потому что я был их первенцем, и в своих решениях относительно моего воспитания они руководствовались учебниками по развитию детей, в которых было написано, что в два года те должны быть готовы к социализации. Но после того ужасного утра они забрали меня, и еще полтора года я воспитывался дома. В то время, то есть во время войны и сразу после, среди обитателей Хайгейта было немало ученых и исследователей. В другой стране их верно назвали бы интеллектуалами, но англичане никогда не признавали наличие интеллектуалов. И все они отправляли своих отпрысков в школу Байронхаус, которая считалась в то время весьма прогрессивной. Я вспоминаю, что жаловался родителям на то, что в этой школе меня ничему не учат. Школьные преподаватели не признавали традиционного в то время метода заучивания, зубрежки, проще говоря. Вместо этого предполагалось, что ребенок должен был учиться читать, не осознавая, что его этому учат. В конечном счете я, конечно, научился читать, но это произошло, когда мне стукнуло уже почти девять лет. При этом моя сестра Филиппа, которая училась читать, как это делалось на протяжении веков, умела читать уже в четыре года, но тогда она определенно была умнее меня. Субтитры создавал DimaTorzok